Музыка Музыка Итак, что такое хардкорный режим сложности в Kingdom Come Deliverance? Во-первых, в первую очередь, это минимум два обязательных дебафа, которые вы на себя принимаете В самом начале игры вам дается список из девяти, по-моему, штук И вы обязаны выбрать из них минимум два В моем случае я выбрал Кошмары и Самнамбула Ну, я не буду сейчас объяснять, что там такое Короче, Кошмары это у вас минус к параметрам в течение часа после того, как вы проснулись А Самнамбула это вы иногда просыпаетесь не там, где вы заснули В печне есть и более интересные Всякие дебафы там Клисты Повышенное кровотечение Пониженный интеллект То есть вы на какой-то процент меньше опыта получаете Боясь замкнутых пространств Повышенная хрупкость костей Ну и что-то там еще, короче В общем, игра начинается с этого Можно выбрать два, три, пять, хоть все сразу Но минимум два обязательно И, в общем, понятное дело, эти дебафы будут не очень хорошо сказываться на всем игровом процессе Но что поделать, это хардкор Второй момент Второй момент Второй момент Это отсутствие автосейвов То есть там, где в обычном режиме игры При получении квеста, при завершении квеста, в каких-то катсценах Игра автоматически сохраняется В хардкорном режиме этого нет То есть Не важно, берете квест, сдаете квест Какие-то катсцены Просто понимаете, что В данном моменте Игра не сохранится Сохранения доступны Здесь только Спасительный шнапс Соответственно Сохранения Спасайтесь, что вам дадут пизды В ближайшие минут пять Третий момент Третий момент Это Это Ухудшение ориентирования на местности В том плане, что Если вы обратите на компас Вот только сейчас появился значок с заданием Если я вот развернусь Пойду Пойду в обратную сторону Он сейчас исчезнет Все То есть На компасе нет никаких значков Даже направлений сторон света Голый Голый совершенно компас Какие-либо значки На нем появляются Только если вы Подъезжаете Достаточно близко к ним То есть Вот я сейчас То есть Грубо говоря Вот я въехал В Вот эту зону И значок появился Только выезжает из этой зоны Все, значок пропадает Другой момент Если вы обратите внимание На карте Не обозначено ваше местоположение То есть Вы не видите себя По отношению К другим объектам На карте И это очень неудобно Потому что вы даже не знаете Иногда в какую сторону Вы едете И где вы вообще находитесь Особенно если у вас Вот этот вот дебаф При котором вы просыпаетесь Не там где заснули Я уже начинаю жалеть Что я взял его С одной стороны конечно интересно Разнообразит игру Да Но с другой стороны Лучше бы глисты Ну и третий момент Там Всякая прочая Мелочевка Которая делает игру сложнее То есть Более сложные битвы В том плане что Большее количество урона Единственное я так и не понял Большее количество урона У всех И у НПС И у вас Или только у НПС По герою Тут я хрен его знает Ну бои реально стали сложнее Плюс сложнее стало Драться Против нескольких противников Потому что ну они Пиздец лютые Они прям очень активно Стараются зайти со спины То есть гораздо активнее Чем в обычном режиме сложности Они очень активно вас Тормозят и разворачивают К себе если вы пытаетесь Съебаться У них Как мне показалось Запас энергии И скорость бега Ну не меньше чем у главного героя По крайней мере если Не очень сильно прокаченный В общем групповые бои Это ну лютый трэш Нужно быть очень большим мастером Чтобы Победить Или очень большим хитрецом Чтобы как-то наебать Ваших врагов и вообще всю систему Опять же когда например защищаете лагеря Ну никто не запрещает Тихо крадучись походить вокруг Понаблюдать Подождать пока кто-нибудь отойдет Пассать Подкрасться сзади Придушить или там ножом ударить Ну так вот по одному их Вырубить чтобы Ну хотя бы потом не с четырьмя Драться например А ну там с тремя с двумя Плюс опять же помогает Принцип растягивания Врагов Хоть они и разворачивают вас Когда вы пытаетесь убежать Ну тем не менее убежать можно Особенно если качать дыхалку То есть вот Старайтесь отбежать Разворачивайтесь То есть бьете ближайшего Разворачивайтесь Съебываете Они тоже растягиваются в длину Ну короче принцип самурая Принцип самурайского ведения боя Против нескольких противников Ну на коне это еще проще Можно драться на коне Отскакали Кто-то один отделился Рубанули его пару раз Еще раз отскакали То есть следите за тем Чтобы вас не обступали Толпой Единственное с коня кстати тоже Гораздо чаще саживают Если На обычном режиме Сложности я играл Я даже особо не припомню Чтобы меня так уж сильно часто Скидывали с коня То здесь постоянно С коня скидывает Всякий кому не лень Поэтому даже Находясь на коне Нужно драться аккуратно Ну в принципе это Основные такие вещи Которые прям так уж очень сильно Сказываются на Сложность игры На хардкоре Другие Моменты Еще есть Ну в общем Вы когда начинаете игру Там вам Практически сразу Выскакивает перечень Того что Изменено по отношению К обычному Уровню сложности Ну там почитайте А это вот чисто мое Так сказать Мои эмоции От Вот этого всего После Ну прохождения вот Некоторого времени в игре То есть сколько тут Около двух игровых Около двух реальных дней У меня в общей сложности Наиграно Так что вот как то так Ну наверное Может быть В дальнейшем еще Скажу несколько слов о том Как все же ориентироваться на местности Без наличия каких-то обозначений на компасе Как сверять свое местоположение С картой И вот такие вот моменты Ну плюс вот может быть по Системе сохранения Ну там уже что там уже говорить В принципе все понятно Главное быть внимательным Не забывать сохраняться И вот все вот эти банальности А вот по поводу ориентирования на местности Да Там Вернее здесь Ну Много таких моментов Это очень выбешивает Когда ты Не можешь сопоставить свое местоположение Вот в игровом мире С картой Приходится Быть Опять же Более внимательным Даже Там К ракурсам Каким-то Каким-то ориентиром На локациях И так далее Даже в глухом лесу Пытаешься найти Какие-то ориентиры Ну на этом все Кому было интересно Ставьте лайк Кто посчитал что я сказал банальщину Ну похуй ставьте дизлайк Как бы вот так Подписывайтесь на канал Аккуратно Смотрите Продолжение следует...